Желаю вам удачи, выиграть и чтобы вы пришли живыми домой. Это не единственные напутственные слова, которые услышали свой адрес сегодня 14 контрактников. Каждым в этой шеренге движет любовь к родине, гордой за страну и отчизну. Новобранцев провожают, их матеря, жены, сестры, братья, коллеги и друзья. Каждый боец уверен, что они сделали правильный выбор. А главное, что они помогут приблизить победу. Нас мало, но мы в тельняшке. Идти туда не страшно, это ведь мужской, настоящий мужской поступок. У меня там дядька, так что идем к нему помогать, помогать своим. Победа будет за нами. Приехал сестре и решил, как вроде мать зовет. Кто кроме нас, вот так можно сказать. Я прапорщик, 18 лет прослужил. Не знаю, чтобы наши пацаны не гибли. И как-то за нашу родину обидно. Ну что еще сказать. Все равно мы победим. Валерия Курбаткина, помимо родных, провожает глава сосновского сельского поселения. Он говорит, что с начала спецоперации Валерий уже 11 человек с их мест, кто не побоялся и пошел защищать родину. Поступок его уважает и считает мужчину настоящим героем. Из-за идейных соображений, из-за патриотических чувств человек решил пойти на специальную военную операцию. Потому что наша армия, наша родина требуется в таких людях, как он. Потому что без таких людей, а именно такими людьми, держится наша родина, наша страна. На путственные слова убывающим сказали также военный комиссар, представители духовенства, ветераны локальных войск и военных конфликтов, боевое братство. Сегодня у нас очередная команда наших нижнекамцев убыла на военную службу по контракту в количестве 14 человек. А так, команда состояла из 16 человек. Еще двое выдвигаются в Судмуртии. Самостоятельно прибудут в город Казань на пункт отбора на военную службу по контракту за документами. Ребята будут проходить службу в различных подразделениях. В основном это у нас традиционно заполярье, бригада, одна из бригад Северного флота, воздушно-несандные войска и подразделения центрального военного округа. Желаю вам, чтобы в душе у каждого было мужество, честность, справедливость, отвага и самое главное присущее русскому воину – это человечность. Всем родным и близким хочу пожелать терпения, веры и надежды. Как говорил генерал Капель, с верой и с Богом мы врага били, бьем и будем бить. Поэтому, братцы, с Богом честь имею. Напомним, со 2 сентября в республике увлечены выплаты. Каждый, кто подпишет контракт, получит единовременно 2 миллиона рублей. 1 миллион 300 тысяч от Татарстана, 400 тысяч от Министерства обороны, от муниципалитетов до 300 тысяч. Бойцы в зоне СВО также будут получать денежные довольствия в размере 210 тысяч рублей в месяц. Совсем скоро контрактники разъедутся в свои подразделения. Там они пройдут учебные курсы и уже после встанут на защиту Родины. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, Новость НТР. Рафаэль Ракика. Рафaэль Ракики. Рафаэль Ракова, Новость НТР.